Сегодня в состав предприятия Апатит входит 4 рудника, а когда-то их было 5. Югспорский рудник, который впоследствии слился с Кировским, был нацелен на разработку югспорского месторождения Апатит-нефилиновых руд. В мае 1952 года специальным приказом на базе существовавшего ранее югспорского участка горного управления началось строительство югспорского рудника и тоннеля. Этим же приказом на базе Росумчорского участка управления Тоннельстрой было организовано строительство Росумчорского рудника с непосредственным подчинением его горному управлению комбината Апатит. А между тем геологи Хибиногорской комплексной геологической экспедиции в этом же 1952 году начали детальную разведку залежей Апатит-нефилиновых руд на плато Росумчор. Спустя год на площадке Росумчорского рудника уже разворачивается масштабная стройка. А еще через год, в августе 1954 года, утвержден доработанный проект на сооружение Росумчорского рудника производительностью 2 миллиона тонн руды в год. И сразу после этого начинаются работы по строительству подземной части Росумчорского рудника. Уже через полгода карьер Апатитова и стройчивости Росумчорского рудника дал первые тонны руды. В начале 1956 года завершилась значительная часть работ по строительству Югспорского рудника. Были сданы в эксплуатацию тоннель протяженностью 900 метров и погрузочная станция для приемки Апатитовой руды с горных участков рудника. Но самое главное еще предстояло сделать, а именно построить капитальную штольню, которая бы соединяла Росумчорский рудник и плато Росумчор для вывозки руды в рудовозной ветке через станцию Югспориок на будущую Анов-2, строительство которой начнется в 1959 году. Таким образом, практически все, что происходило в это время с комбинатом Апатит, помимо добычной деятельности, было нацелено на будущее наращивание мощностей. Строительство продолжалось и в 60-х, но то, что сделано, просто невообразимый задел на будущее. А результатом всей этой работы стали Югспорский рудник, который впоследствии объединили с Кировским, Росумчорский рудник, Центральный рудник, тоннель и капитальная штольня, которые соединили эти рудники, станция Югспориок и, наконец, вторая Апатит-нефилиновая обогатительная фабрика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова